Всем хай! Давид заказал мне одежды. Это мой муж. Эта одежда пришла, и мне, если честно, страшно, потому что он очень сильно долго орал. Ну, в плане смеялся. Люди урут равно смеяться, когда эта одежда пришла, и сказал, я-то тебе. И я такая, чё? Давайте посмотрим, что мне заказали. Он, короче, постоянно смотрит распаковки, которые я снимаю, там, не знаю, одна или в коллаборации с Дашей, и вечно ровнет, что мы заказываем какую-то хрень, и сказал, что он заказал мне какую-то тоже хрень. Я не знаю, чего ожидать, потому что я реально не знаю. Вещей было заказано многое. Мне страшно. Первая вещь. У вас такая же реакция, когда вы открываете подарки. Нет, просто фраза, я заказала тебе какую-то хрень, и меня смутила. Итак, в этом... Это Шейн. Стоп, нет, это не Шейн. Чикми. Что такое чикми? И тут что-то очень... Сустрата перед вам. На первый взгляд, эта вещица может показаться какой-то просто тупой и безобидной. Ну, типа, рождественский боди, все нормально. Но только лишь... Это что? Это... Что? Лотяно там, вот так вот это выглядит. Я в ужасе. Да не, вы что, если я эту хрень на себе я сейчас померю, мне просто Ютуб сразу это видео заблокирует. Это Боди, за счет того, что это Боди. Он считает, что это какое-то очень странное одеяние распутное. Поэтому соль, конечно. Но эту вещица я покажу вам на Телебрэн Корнелле, поэтому обязательно на него подписывайтесь. Телеграм тут. Я не знаю, это самая тупая хрень в мире. Надеюсь, мы не все вещи такие. Потому что это реально было очень плохо. На полу от этой вещицы я нашла карман. Отвратительно. Вещица номер два. Это тоже что-то новогоднее. Но знаете, подарок к Новому году, это всегда хорошо. Так, ну это что-то милое. Это какое-то... Что с размером? Что с размером? Ладно, сейчас это примерим. Но выглядит, конечно, так, как будто это вещь, но очень плохо. Почему? Почему такой дизайн? Зачем? Почему нельзя было просто красное взять? Да, она была из тех, кто осуждает подарки. Есть некоторые вопросы, на которых у тебя нет ответов. Например, что здесь не так? Есть много вариантов, как можно на ответить. Примерно все не так. Почему ты опять купил какое-то странное боди, и у тебя какие-то проблемы с боди, я не понимаю, почему. На сайте-то выглядело очень мило. Но тебе выглядит еще лучше. Это выглядит странно. Куда в таком ходить? Портки на это не наденешь. Оно мне далеко. Оно, ребята, Давид, ты мой размер не знаешь. Оно очень приятно. Смотрите, С-ка. И что, значит, я не знаю твой размер? А у меня не С-ка. А там не было XS. О, понятно. Американ стайл. У них все такие побольше, чем ты. Поэтому я выбрал с там. Вы понимаете, мне только что загиберпулили. Это вообще нормально? Господи, боже, какой кошмар. Если вы смотрели прошлый видос, когда я заказывал тоже, Лисе, там вообще были одни XL. Я их нашел все-таки маленькие размеры. Это вообще S-ка. Ну, короче, она очень огромная. Я не знаю, это S-ка, знаете, и всякая. Ух ты, недовольные женщины. И подарки делаешь, они вот так вот. Вот после этого дарить женщина подарки. Вот это что за вот просто разъем для груди. Объясните, пожалуйста. Сюда поместится два моих кота. И это могла бы быть милая фото, но это будет достаточно странным контентом. Размер огромный, просто. Нет, ну вот с котом стало, конечно, гораздо лучше. Ну, знаете, вот эти... Вот, знаете, какая семейная рождественная фоточка. Вещь очень странная, ребят, конечно. Что это вообще за сайт? Почему такие некачественные одеяния оттуда? Я могу рассказать историю этого сайта. Это очень интересно, я быстро расскажу. А я пойду передедусь. Ужасно. Отлично. Короче, заказ был сделан 3 месяца назад, ребят. Заранее я сделал, в общем. Этого сайта, спойлер, больше не существует. А я сделал заказ, там было написано. Доставим ультрабыстро, у нас есть свои связи. Там 15 дней. Казалось, я потом начал заходить на форумы. И там все писали, типа, этот сайт кидал. И, короче, я жду 2,5 месяца из Турции. Что-то там из Бразилии ждет. Короче, весь мир заказывал. Я, честно говоря, уже, ну типа, в голове подумал. Ну, окей, потерял там 40 тысяч рублей. Это все, месяц было где-то столько. Раз все пишут, что никому ничего не пришло, значит, нас киданули. А через 3 месяца... Почта России, ваш трек. Ребятки, я знаю, как вы любите общаться в комментариях. А, кстати, еще постоянно вижу ваши кружочки у меня в чате. И сейчас я хочу рассказать вам про свежее приложение. Где общаться в видеоформате будет очень прикольно. И удобно, потому что это концепция самого приложения. Чипс. Это самое свежее приложение для общения и знакомства через видеотреды. Вот, смотрите, это чипс. И смысл в том, что тут нужно общаться в видеоформате. Заходишь в чей-то тред и реплаешь ему в видосике. Я запускаю тренд. Расскажи о своем любимом фэшн-тренде. Такой вот фэшн, лук. Кстати, треды это цепочки видеоответов от разных пользователей. Ты можешь начать собственный тред или ответь к какому-то другому юзеру. Таким образом, можно узнать ответы вообще на любые вопросы и, конечно же, завести себя друзей. Например, можно начать тред, задав вопрос, покажите вашу любимую косметику. Всем хай, ребятки, короче, поделитесь, пожалуйста, вашей самой любимой косметикой. Я максимально заинтересована. Покажите, чем вы чаще всего пользуетесь. Кстати, в Чипс есть реферальная программа. Поэтому важно звать в это приложение своих друзей, заработать вместе с ними. А еще Чипс проводят оффлайн-тусовки для своих креаторов в разных городах страны. Я, кстати, пользуясь случаем, оставляю ссылочку в описании и буду ждать вас там. Давайте пообщаемся в приложении. Ссылка на мой тред в описании. Огромная посыль. Распаковываем. Ух, посылка, что-то такое. Очень тяжелая. Не френа там одежды, это точно не на один выпуск. Поставите лайк на это видео, будет несколько выпусков, потому что смотрите, сколько там всего. Она прям полная. Она навесит килограмм 5-6. Это указан вес? Подождите, почему здесь написано, что получатель Харбин Ирбин? Кто такой Харбин Ирбин? Здесь очень много одежды. Лайк и это видео выйдет еще одно. Ну, в плане следующее. С новой одеждой. Не, ну тут да, контенты как бы навались. Во. Она была новогодницей. Почему вещи? Так огромный. Как это вообще размер? Вообще-то это эксклюзив, смотрите, ребят. Эксклюзив селекшн. Типа это вип-вещь. Сайз-эс. Ну, хозе. Я сайз-эс, и это явно больше, чем я. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чего это такое? Блин, почему, почему вип-эксклюзив селекшн, люкшери, вау, класс, вот в таком состоянии? Тут вообще не сводится дебет с кредитом. Здесь вообще ничего не сводится. Что за портки? Что за портки? Почему они такие отвратительные по качеству? Это просто жесть, ребята. Я не знаю. Сколько стоила эта вещь? Давайте подумаем. Ну, окей, потерял там 40 тысяч рублей. Это все вместе стоило где-то столько. Это похоже просто на... Только такие даунцы и танцевать. Это просто какой-то сетер-приз. Отвечаю, это вот новогодний джек-фот. Здесь плохо. Все. Я просто это идеально. Нитка. Нитка торчит. Качество материала. Жесть. Принт. Давид. У меня много вопросов, почему ты это выбрал. Это если что я одеваю Давида. Это не он, он сам так одевается. Потом. Нет. Про размеры я вообще молчу. Можешь тянуть. Интересно, насколько далеко оно оттянется. Все, 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 все. Этот цвет имеет один. Этот цвет имеет другой. А, кстати, да. Реально отличается. Два разных красных цвета, ребята. Это вся штука покрашена, ребята. Давид, ну, мне жалко твоих денег. Ты хотел сделать добрую вещь, но сделал не добрую. Они на сайте писали, что это настоящий Американ. Ничего в чайной, ты знаешь, это Америка. У нас вон магазин называется Чайный Шик. Нее. Магазин назывался Клофф Мифс. На боковке написано Чайный Шик. Ну, это там, видимо, они перезаказ делают. И знаете, это больше похоже на Чайный Шик, честно. Говорю, хотя нет. Чайный Шик это вот Алиэкспресс. А это что-то просто очень странное. По фасону непонятно, что происходит. А еще материал, да, что такое максимально ублюдская синтетика. Вот представьте самую максимальную ублюдскую синтетику. Это то, что мне вот он дарит. Максимальную ублюдскую синтетику. Фотография, было красиво. Я хотел сделать контент. Все. К сожалению, я не могу тебе показать те картинки, которые были на сайте. Потому что там реально были супер красивые, профессиональные фотографии. Представляешь, такая вот девушка стоит, такая подтянутая. На ней только дело как будто бы. Это такая идеальная штука под нее. Они себе сделали, значит, хорошие вещи. А ты что знаешь, она просто смотрит на подтянутых, там вот это в обеих девушках. А ты что знаешь, она просто смотрит на подтянутых, там вот это в обеих девушках. Ты меня это не поймаешь. Они себе сделали хорошие вещи, а из Китая заказали, типа, сделать и нам так же. И вот как-то так. Потому что здесь нет никаких форм, ничего, ничего. Как-то это уже было. Я расстроился. Ну, слушайте, ребят, ну я нашла тут что-то такое праздничное. Даже с поясом. Это похоже на то, что это что-то будет как будто бы из Миннгерлс. Так, Кися, не грызи носки. Что мы можем сказать про рукавичку? По качеству, конечно, некачественное. Но на камере выглядит так здорово, что я готова просить отсутствие любого качества. Этому, конечно, больше не наливать. Ему очень нехорошо. Это твое лицо, когда ты на утро после Нового года просыпаешься. Вот прям вот салатом в тарелку, вот так вот. Кто-то просыпался из вас салатом в тарелку? Салатом в тарелку? Лицом в тарелку с салатом, простите, я хотела сказать. Я нет. Это что? Я думала, это платье. Ааа, это боди. Ааа, блин, я думала, что это милое новогоднее платье для новогоднего застолья с семьей. Ох, какое-то распутство. Ладно, примерим. Ну, тут просто вот вообще все будет на вас. Все на вас, ничего не скрываем. Можно вот так вот ходить, и все прекрасно будут вас видеть. Вы же меня видите, я потому что вас вижу прекрасно. Пусть от него был? То есть это вместе было? Да. Тебя сейчас вот и хочешь сказать, смещает в этом вот во всем. Только лишь пояс. Правильно я понимаю? Но, вы знаете, у всех есть своя точка зрения. Вот. И тебя в ней скучает пояс. Да. Понимаешь, Заби, в момент, когда ты начал вот в этом бутылочке обрабатывать внимание на пояс, оно как бы уже в этом моменте сказало, что костюм полный. Поэтому не надо тут всем ла-ла-ла своим поясом. Пояс не тот, пояс! Но я просто знал, что я заказал, поэтому... Задницы я к вам повернусь. Даже в Телеграме не повернусь. Я даже тебе заняться не повернусь, оно прикрыто. Это просто пьет, потому что оно рассчитано, видимо, на человека, ростом метр двадцать. Оно ужасно впивается в ваш ас. И типа, ты так вот идешь, и у тебя здесь максимально все, ну, натянутое, да. Как прям это видео, вот оно натянутое. На ощупь не очень, например. Очень колючее. Как наждачка. Качество, ребят, подвело. Качество подвело. Хочу на день? Ну что, Давид, оцени ваше ощущение от 1 до 10. Тебе хорошо. Как будто идеально, посмотрите. Секси. Так и оставайся. Тебе нравится? Все, я буду носить. Потрясающе. Это мой утеплитель на эту зиму. Будет греть мою душу, будет вспоминать Алисию. Отлично, вспоминаем о мне правильно. Я нашла вещь в этом списке с абсолютно проклятым, абсолютно проклятым принтом. Это принт Лифака? Что это? Ой, какое качество. Качество прям как у принта Лифака. Это такая странная вещь. И опять-таки, айс эс, ребята. Это песка. Почему она такая большая? Это такая придятина. Просто, во-первых, это, я думала, это Лифаки. Это вампирские зубы. Зубы Упыря. Качество строчки, конечно. Оно такое огромное, оно больше меня в несколько раз. Типа, я не знаю, сюда несколько меня могут поместиться. Это костюм Упыря. Новогоднего вампира. Только не говори, что он тебе не нравится. Он же охерительный. Ты посмотри, все как ты любишь. Странные надписи, классный шрифт, даже декольте не до кубка. И на общем, при этом. Тебе нравится, да? Ну, как сказать? Конечно, я, ну это же я. Могу ли я докопаться? Да, но на фоне, на фоне остальных вещей, эта вещица просто мега-супер. Иди-а-а. Нет, подайте поближе, пусть я тебя получаю. Посмотрите, какая красота. Это было лишнее, отпусти меня. А я эти штуки поспил кода. А если ты поспил кода? Я тоже поспил кода. Короче, ребята, вещь, конечно, ну она такая. Гри, вампиры, они тоже празднуют Новый год. И им, наверное, тоже хочется какой-то странный бодис-винг. Не знаю, зачем это надо. Короче, костюм из всех представленных наилучший, максимально. Ага, тогда за день нет дырки. Я ставлю лайк, это вообще супер. Конечно, если бы даже этого не засрала, было бы вообще еще лучше. Но это же не засрало. Дарите подарки на Новый год, вот! Вот бы мне кто-то на 40 тысяч подарил подарков, я бы так бы не говорил. Ты только что сказал, что бы потратил на 40 тысяч? А я уже говорил, поэтому они-то знают, а ты не знаешь, что там переодевал. Мне стало плохо. На сайте это выглядело как что-то эксклюзивно крутое. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. А я всех люблю, всех целую и всем пока-пока! До новых встреч!